Я сегодня, в общем, заявлен доклад об эпидемиологии и профилактике рака лёгкого. Однако я счёл возможным расширить сегодняшнее представление. И, в общем, я буду говорить об эпидемиологии и профилактике злокачественных опухолей в целом. Плюс ещё с некоторыми отступлениями я буду включать свой разговор, свою лекцию, своё представление и вопросы эпидемиологии и профилактики других хронических неинфекционных заболеваний. Этот слайд очень интересен. Он представляет динамику смертности от всех причин в России. От всех причин. Это мужчины, это женщины с 80-х годов по, ну, собственно, сегодняшний день. Вот эту картину вряд ли можно назвать какой-то определённой динамикой. Вы видите колоссальные вот эти всплески вверх и вниз, как вот среди мужчин, так и среди женщин. Конечно, смертность у мужчин значительно выше, чем у женщин, но характер вот этих, характер динамики одинаковый. Подъёмы и спуски, значит, резкие колебания. Вот ещё я хочу обратить ваше внимание, насколько смертность в нашей стране, в России, велика. Даже вот в этой точке, после того, как смертность спустилась до самой нижней точки в этой графе, разница в смертности между Объединённым Королевством или любой другой европейской страной, если мы сюда любую европейскую другую страну поставим, колоссальная. Я не берусь считать, сколько раз разница, насколько разница велика. И для того, чтобы, ну, я на этом остановлюсь потом, мы изучали причины этих всплесков и, так сказать, улучшений и ухудшений смертности в России, но на этом я остановлюсь позже. Что определяет вот эту динамику смертности? В первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, как у мужчин, как у женщин. Видите, сердечно-сосудистые. Внешние причины или немедицинские причины? Немедицинские причины. Ну, а что касается злокачественных опухолей, динамика развивается как-то сама по себе. На этом я остановлюсь на следующих слайдах. Это структура смертности в России от злокачественных опухолей. Она не очень, совсем практически не отличается от вообще структуры смертности в мире. На первом месте в смертности, как и в заболеваемости, заболеваемости я не буду показывать, у меня времени не хватит на все, что стоит рак легкого, в мире тоже рак легкого на первом месте, как вы знаете, в мире ежегодно умирает от рака легкого 1 миллион 600 тысяч человек, заболевают 1 миллион 800 тысяч человек. На втором месте стоит рак желудка. Это отличает нашу структуру смертности от европейской и американской, где рак легкого в высшей степени редкое заболевание, особенно в Соединенных Штатах Америки. Дальше идет колоректальный рак, простата, поджелудочная железа и так далее. Это мужчины и женщины. Опять-таки, так же, как и во всем мире на первом месте, рак молочной железы, колоректальный рак, рак желудка и рак легкого и дальше опухоли женской половой сферы. Как выглядит наша смертность от злокачественных опухолей по сравнению с другими сторонами мира? Ну, не очень хорошо. Мы довольно-таки высоко с точки зрения смертности. На этом графике представлено 15 стран с наивысшей смертностью и 15 стран с наиболее низкой смертностью. И как вы видите, Россия представлена где-то здесь. И хочу обратить ваше внимание, что мы окружены нашими соседями по Центральной и Восточной Европе и по бывшему Советскому Союзу. Исключение составляет Уругвай. Остальные все страны, все страны представлены Восточной и Центральной Европой. Не знаю, как хотите, рассматривайте, но это вы увидите, эту картину вы увидите везде. Что касается женщин, у женщин смертность ниже, однако, но все-таки не самая низкая. Это была смертность от всех причин. А это динамика от всех причин. Это уже хорошие новости. И как видите, с 90-х, начало 90-х годов мы видим резкое выраженное снижение смертности. Видите? Ну, в общем, на порядок, на значительное снижение смертности. Как у мужчин, так и у женщин. Я хочу обратить ваше внимание, что все равно, так сказать, вот я привел несколько стран, и вы видите, что вот в Венгрии смертность достигла колоссального уровня, но началась снижаться также вот где-то в 90-е годы. То же самое происходит и с смертностью от всех злокачественных опухолей у женщин. Снижение смертности начинается где-то в начале 90-х годов. Рак легкого. Причина, основная причина, главная причина высокой смертности в России. Опять-таки высокая смертность. Где-то мы на восьмом месте. Опять мы окружены нашими братьями из Центральной и Восточной Европы. Но опять-таки хорошая новость в том, что смертность от рака легкого снижается. Вот это где-то 92-93 год. Я хочу немножко остановиться на этом слайде более подробно. Вот это Великобритания, зеленая линия. Значит, вот вы видите, Великобритания достигла очень высокого уровня смертности от рака легкого. Это было где-то в начале 70-х годов. И с начала 70-х годов мы видим снижение. Зеленая, это вот... Нет, извините, Великобритания была синяя. Зеленая, это Соединенные Штаты Америки. Тоже, так сказать, никогда особо высокая. Ну, была, конечно, смертность высокая, но значительно ниже, чем в Великобритании и у нас. И Франция, в общем, мы видим тенденцию смежения смертности во всех европейских странах. И не только европейских, и в Северной Америке, естественно, в Австралии. И опять-таки колоссально высокие цифры смертности в Венгрии. Вот видите, Польша тоже, так сказать, рядом с нами. Но хочу подчеркнуть, что в Великобритании смертность начала снижаться значительно раньше, чем у нас. У женщин никогда у нас не было высокой смертности от рака легкого среди женщин, но мы наблюдаем снижение ее. Теперь я хочу вот после рака легкого... Мы знаем, что основной причиной рака легкого является курение. Тут не надо, так сказать, ничего утверждать. 90% это доказано, показано много раз. Я хочу показать другие формы злокачественных опухолей, которые причина связана с курением. И вы видите, рак гортани. Снижение такое же, абсолютно, так сказать, только разница в уровне смертности. Такая же кривая. Начало снижения с того же самого момента, как по раку легкого. Как у мужчин, так и у женщин. Рак полости рта и гортани. Тут картинка немного другая. Снижение началось раньше, но флюктуация... Но вот эту разницу я хочу объяснить тем, что мы опять-таки знаем, что в идеологии этих форм рака полости рта, гортани, глотки, в общем, кроме курения, важную роль играет потребление алкоголя. А теперь появились данные относительно недавно, инфицированность вирусом папилломы человека. Особенно это касается рака глотки. И рак пищеводный. Ну, в общем, совершенно похожая картина у мужчин. Опять-таки снижение и значительно... С того же самого момента, как снижение смертности от рака легкого. Ушли от форм злокачественных опухолей причины, связанных с курением. И это рак желудка. Мы отличаемся сильно от западноевропейских стран. Видите, здесь все те же страны, которые представлены одинаковые на всех графиках. Везде Соединенные Штаты Америки. Видите, очень низкая смертность. Но вот тут мы идем рядом с Японией. Известно, что в Японии, в России всегда была высокая и заболеваемость, и смертность от рака желудка. Но мы видим снижение. Я хочу, так сказать, подчеркнуть, что мы, врачи, вообще никакого отношения к этому успеху, в кавычках, не имеем. Мы не знаем даже, почему, собственно, снижается заболеваемость и смертность. Конечно, можно предположить, зная этиологические факторы рака желудка, можно предположить, что это случилось, потому что снизилась инфицированность, хеликобактер пилорий, улучшилось питание, то есть изменился состав питания с преимуществом продуктов растительных, овощей и фруктов, и снижение. И, конечно, хранение пищи. Изменились методы хранения пищи, появились промышленные холодильники, где, в общем, пища безопасно хранится. Но я хочу подчеркнуть здесь следующее. Вот видите, это красная кривая, как и во всех графиках, это Россия, а это Япония. Совершенно одинаковый тренд. Я не знаю, помните ли вы или знаете ли вы, что в Японии уже много лет, несколько десятилетий проходит скрининг рака желудка, эндоскопический скрининг рака желудка. И все время нам говорили о том, что этот эндоскопический скрининг рака желудка эффективен. Но вот этот график указывает на то, что это, в общем, скорее всего, не так. Потому что если российская аудитория, вы же знаете, что у нас никогда никакого скрининга рака желудка не было. Однако тренд такой же, как и в Японии, значит, только у нас чуть-чуть выше смертность. Вот одинаковый тренд, говорящий о том, что, как я предполагал и как, в общем, считаются, считают эпидемиологи на Западе, скрининг рака желудка, в общем, неэффективен. Вот эта картинка подтверждает то, что я говорю. Теперь вот быстренько по динамике смертности других форм злокачественных опухолей был рост колоректального рака, снижение, рост снижения. В общем, на Западе снижение, вот все эти тренды, это опять в Венгрии выбивается из общей картины. Объясняется скринингом колоректального рака, эндоскопическим скринингом. Ну, сперва было тестирование на скрытую кровь, occult blood, а потом уже начали внедрять сигмоидоскопию, теперь в некоторых странах используют колоноскопию. Это совершенно очевидный результат ранней диагностики. И не только ранней диагностики, но и преддиагностики предрака, то есть полипов аденоматозных. Удаляется, обнаруживается полип, удаляется, соответственно, рак не развивается и снижается как заболеваемость, так и смертность. Далее, вот рак молочной железы и шейки матки. Рак молочной железы, рост, как и везде, и снижение. Позже, чем где-либо в другом месте, но все-таки, видите, снижение есть, наметилось. А вот это, я не знаю, вы были, кто был вчера на сессии по скринингу, это, в общем, наш позор и стыд, потому что, вот видите, снижалась смертность от рака шейки матки. В результате скрининга цитологического, который у нас в России, в Советском Союзе имел место, конечно, это был оппортунистический скрининг, но, тем не менее, смертность снижалась. Смертность снижалась и потому, что, наверное, имело место снижение и заболеваемости в виде, ввиду изменения, снижение факторов риска. А теперь, видите, рост. А если бы я вам показал картинку по возрастную, то в молодых возрастных группах этот рост был бы более выражен. И, наконец, рак простаты. Растет рак простаты, во всех других странах отмечается снижение, а у нас все еще растет. Вот я вам рассказал о эпидемиологии. Теперь, позвольте, так сказать, перейти к вопросам профилактики. Я начну с табака, с курения, потому что, собственно, курение остается... Курение остается, ну ладно, основным фактором риска, основной причиной, вот так, основной причиной рака легкого. Этот слайд... Ну, вы все знаете, что связь между курением и раком легкого, этиологическая, была обнаружена в Великобритании сэром Ричардом Доллом. В 1951 году он опубликовал первую статью о том, что курение вызывает рак. В дальнейшем появились другие публикации на этот счет, другие. И, в общем, накопилось много знаний на этот счет. И уже где-то вот в начале 70-х годах в Англии приняли меры по контролю курения. Видите, курение с 83% снижилось до 25%. За, в общем, 50 лет. Долго, долгий процесс, но все-таки процесс эффективный. Значит, это говорит о том, что контроль курения может быть эффективным. Другой пример – Польша, которая считается, в общем, успешной страной с точки зрения профилактики контроля курения. И вот эта картинка, ее все знают, я не знаю, вы видели или нет, но это очень хорошая картинка, которая показывает, что в Великобритании снижается смертность от злокачественных опухолей, которые связаны с курением. Ну, в том числе, которые я перечислил. Рак легкого, рак гортани, глотки, пищевода и многие другие. Около 15 форм всех злокачественных опухолей. Значит, снижается смертность исключительно от форм, которые связаны с курением. А вот те, которые не атрибутированы курению, тут, видите, никакой ясного тренда нет. Значит, все снижение от всех форм злокачественных опухолей происходит в результате форм рака, которые вызваны курением. К сожалению, мы немножко пошли, у нас история контроля табакокурения отличная. Мы спохватились довольно не поздно. Вот в 1985 году первый раз у нас появились данные о том, что курение является причиной ряда злокачественных опухолей и не только сердечно-сосудистых заболеваний, болезни легких, как Хоббла и так далее. И вот в 1985 году мы провели большую, очень крупную, значительную конференцию под эгидой Международного агентства по изучению рака. И в первый раз вот на этой конференции были разработаны рекомендации по профилактике, по контролю курения в Советском Союзе, естественно, тогда в 1985 году. И кроме всего прочего, конечно, мы рекомендовали необходимость принятия мер, тогда не было конвенции, никакой, как она называется, конвенции ВОЗ по контролю, рамочной конвенции, да, рамочной конвенции по контролю курения не было, ВОЗ не было. Но были уже рекомендации, которые, так сказать, мы приняли для Советского Союза и для восточноевропейских стран. Но кроме всего прочего, мы, так сказать, приняли рекомендацию о необходимости контроля уровня смолы и никотина в сигаретах. В то время в нашей стране уровни смолы зашкаливали. Видите, смола, уровень смолы был больше, чем 30 миллиграмм в советских сигаретах и сигаретах, которые мы импортировали из Болгарии. У нас импорт был тогда только из Болгарии. И рекомендация гласила, что наряду с другими важными мерами по контролю курения необходимо контролировать уровни смолы в сигаретах и снизить их до 15 миллиграмм. И это, я повторяю, к тому времени была в общем мерам вполне революционная. Потому что, повторяю, в то время были очень высокие, наши сигареты содержали очень высокий уровень смолы и, соответственно, канцерогенных веществ. Значит, и как вы, хотите верьте, хотите нет, но нас в Минздраве Советского Союза услышали и ввели. И вот уже в 88-м году у нас началось рекламентирование. И на первом этапе мы получили ограничение было на уровне 18 миллиграмм на сигарету. И вот это снижение, которое я вам уже показал, является исключительно результатом принятия этих мер в то время. Потому что, наверное, вы знаете, вчера нам рассказывали о распространенности курения в России. Если что и произошло, то в течение 90-х годов мы видели только рост распространенности курения. Только вот последние два года появились данные, в которые я верю, не верю. Во всяком случае, данные официальные Минздрава, данные о том, что у нас распространенность курения снизилась. Но это было только вот два года назад. А за весь остальной период времени мы наблюдали только рост распространенности курения. И это снижение абсолютно является результатом того регламентирования, которое мы ввели много лет назад. Это, в общем, то, что по-английски называется hazard reduction или risk reduction. Значит, ну, понимаете, это в то же время, когда мы вводили вот эти, когда мы вот обсуждали эти рекомендации, руководство ВОЗ и руководство МАИР было категорически против этого. И мы прошли через огонь и воду. И нас поддержал сэр Ричард Долл, человек с огромным авторитетом. И, так сказать, с огромным авторитетом, и нам удалось эти рекомендации принять. И, как выяснилось, мы были правы. Мы сохранили в результате этого, видите, 200 тысяч жизней россиян, которые бы умерли от рака легкого, непримимых этих ограничений по уровню смолы в сигаретах. Вот я это, по-английски это написано, что вот это резкое снижение содержания смолы в сигаретах является единственным объяснением снижением смертности от рака легкого. Вот, посмотрите, это 200 тысяч не с потолка. Это результаты статистического, так сказать, расчета. Мы, вот, сохраненные жизни у мужчин, это результат, это expected минус абсурд. Как expected? Ожидаемые. Ожидаемые минус наблюдаемые. И мы рассчитали ожидаемые цифры на основании данных за 93-й год и соответствующего изменениям в населении за эти годы. Это женщины, это мужчины. То есть, наоборот, это мужчины, это же первое было мужчины, это женщины. В общей сложности 200 тысяч жизней. Теперь я перейду к алкоголю. Возвращаясь вот к этой же кривой, вы видите, что, ну, опять-таки, то же самое я вам показываю. И когда мы где-то вот на пике, вот когда вот этот был уровень где-то вот где-то здесь в 90-х годах, мы, в общем, решили выяснить, что определяет вот эту высокую смертность и эти флюктуации смертности. И мы начали очень крупный, крупнейший в России, а может быть, и, в общем, один из крупных в мире, эпидемиологический проект, который включал ретроспективный компонент 50 тысяч смертей, когортный или перспективный компонент 200 тысяч здоровых людей мы опросили. И также мы проанализировали результаты 25 тысяч судебно-медицинских вскрытий. Я не буду останавливаться на деталях этого исследования, однако я скажу, что оно показало ретроспективное исследование, что чрезмерное, или я использую теперь термин, опасное потребление алкоголя на перевод с английского «hazard this consumption of alcohol». Понимаете, чрезмерное, что такое чрезмерное? Значит, опасное, опасное потребление алкоголя. То есть это потребление алкоголя более трех бутылок водки в неделю, ну, условно, приводит к повышению, очень значительному и статистически высоко достоверному повышению риска смерти от вот этих причин, 8 причин, 8 медицинских причин и всех немедицинских причин, включая рак верхних дыхательных и пищеварительных органов, рак печени, туберкулез, мневмонии, некоторой формы сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. А это результаты перспективного исследования. Вы видите рост смертности с увеличением потребления водки, алкоголя. Вот низкое потребление у пьющих, мало пьющих, видите, уровень смертности равна 8,5 на тысячу населения, а у тех, которые пьют более трех бутылок водки, у них смертность в три раза больше. И эта кривая, она прямая, кстати, а не кривая, определяется исключительно теми формами рака, теми причинами смерти, которые были перечислены на предыдущем слайде. То есть те формы, которые мы нашли, которые связаны с опасным потреблением алкоголя. Это картинка для молодых мужчин, это картинка для пожилых мужчин в возрасте 55-74, собственно, которая тоже самая, картина такая же, но выраженность связи меньше. И на этом основании мы пришли к заключению. Мы, правда, мы не к заключению пришли, а мы подсчитали, что около 60% всех смертей в молодом возрасте и 22% всех смертей в возрасте пожилом являются, причиной их является опасное потребление алкоголя. Эти смерти могут быть атрибутированы к опасному потреблению алкоголя. Это касается женщин, здесь проценты ниже, но все-таки, я бы сказал, пугающий уровень, пугающие цифры. Ну и мы пришли к заключению, что опасное потребление алкоголя является основной причиной смерти россиян. Примочу. Ну, не важно. А это слайд о влиянии курения на смертность. Ну, это то, что мы ожидали. Курение, если сравнивать курящих с никогда не курящими, мы видим значительное повышение риска рака легкого, рака выехлых дыхательных и пищеварительных органов, некоторых форм сердечно-сосудистых заболеваний, всех форм болезней легких. И, в общем, риски несколько ниже. Потому что мы, Россия, Россия отличается, в общем, от всего мира немножко в этом плане. Как вы видите, алкоголь, а не алкогольная на смертность более выражена, чем курение. И вот относительный риск 1,53. Это риск у курящих по сравнению с некурящими, повышение риска смерти от всех причин, риск повышен на 53%. И вот на основании этого риска мы подсчитали, мы приняли во внимание опросы глобальной табако-сервей, которая показала, что 62% мужчин среднего возраста курит, и так далее, и так далее. Мы пришли к заключению, во-первых, пришли к заключению, что 20% только смертей связаны с курением, а по оценкам непрямым того же Ричарда Питта было предположено, что 1 треть всех смертей связаны с курением, а, так сказать, на основании уже исследований мы показали, что 20%. Но в итоге, на основании всех этих подсчетов, мы пришли к заключению, что все 2 трети всех смертей мужчин среднего возраста в России причиной является алкоголь и табак. Ну, опять-таки, так сказать, меры мы получили знания, получили на основании серьезных эпидемиологических исследований, мы получили знания о причинах высокой преждевременной смертности в России. И, значит, были приняты меры, кстати говоря, это государственные меры, приняты в 2005 году, основанные на рекомендациях ВОЗ по контролю потребления алкоголя, это повышение налогов на алкогольные напитки, это запрет рекламы, это, так сказать, ограничение продажи, это минимальная цена и так далее, и так далее. И эти, в общем, меры, это ВОЗовские рекомендации, они свое дело сделали, и вот снизилось потребление алкоголя, снизилось всех форм алкоголя, крепких спиртных напитков, которые у нас в основном водка, снизилась и незаконная торговля алкоголем, вот видите, вот только, так сказать, в другом направлении идут кривые потребления водки и вина, то есть пива и вина, но вино у нас, значит, незначительное потребление, а пиво растет, я думаю, это лучше, чем, так сказать, пить паленую водку. Дальше. Ну и опять-таки, вот видите, в результате я возвращаюсь к тому же слайду, и с этого момента мы замечаем снижение, отметили снижение смертности от всех причин, и вот опять-таки, вот подсчет, то, что я вам показывал по раку легкого, с 2005 года, после введения контроля потребления алкоголя, мы сохранили жизни 2 миллиона мужчин и 1 миллион с лишним женщин, что очень значительно. И вот тут я говорю о том, что с 2005 года мы сохранили жизни, 3 миллиона жизней. И если вот этот благополучный хороший тренд сохранится, я с осторожностью, но говорю, что мы можем достичь поставленных ООН целей, то есть 25% относительного снижения преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Видите, слово «мей» все-таки говорит о том, что я об этом говорю с осторожностью. А осторожность – это потому, что нам надо принять во внимание, мы все эти причины знаем, мы знаем больше, чем мы делаем, мы знаем, что в основном все эти причины связаны с поведением, значит, изменение поведения, изменение поведения в сторону для профилактики, если мы примем серьезно все наши знания, то мы достигнем этой цели и снизим смертность дальше. Ну и, конечно, вакцинация от вирусов попелома человека и вирусов гепатита B и C – это, в общем, уникальные меры, которые мы должны преследовать. Ну, это отдельный слайд о загрязнении атмосферного воздуха, но я на нем не остановлюсь. Я хочу просто сказать о том, что вот я говорил вещи уже, которые притворяются в жизнь во всем мире, но есть знания, которые вообще еще не притворяются в жизнь. Аспирин. Есть уже серьезные данные, доказательства о том, что аспирин является протективным против развития рака. В том числе и наши данные. Вот это австралийские данные, первые полученные в конце 80-х годов. Мы показали по колоректальному раку и раку желудка то же самое. И 8 рандомизированных клинических исследований подтвердили наши данные. И я думаю, что пора задуматься о том, как применять вот это, так сказать, полученные серьезные данные в профилактике рака. И, конечно, вот... Так. Что такое? Кто мне поможет? Молодые люди. Кто-нибудь меня переключит каким-нибудь образом? Что это такое? Что? А, хорошо. И вот другой слайд. Тоже доказано, что ингибиторы ароматазы могут быть применены для профилактики рака молочной железы среди женщин повышенного риска. Но, в общем, несмотря на то, что я рассказал все хорошие, дал вам хорошую, приятную информацию, good news, как говорится по-английски, вот здесь bad news. Вот смотрите, смертность, не смертность, а соотношение к смертности, к заболеваемости, или case fatality, которая характеризует эффективность противораковой борьбы, указывает о том, что, вот видите, у нас данные очень, так сказать, плохие. Вот рак легкого, видите, case fatality уровень 90% диагностированного рака легкого больных умирает в тот же год. И далее тоже очень неприятный слайд, что 70% рака легкого диагностируется на поздних стадиях. Причем, мы сравнили эти данные с 2001 годом, и ситуация ухудшилась. Что же с этим делать? С этим делать единственное, что можно, это скрининг, то есть первичная профилактика, это скрининг. Ну, видите, я перечислил все формы скрининга, которые приняты, и которые уже осуществляются. Ну, вот поставил под знаком, вопросительным знаком скрининг с помощью компьютерной томографии. но сегодня нам Антон Борчук нам будет доказывать противоположное, и я готов этому поверить. Но я хочу сказать, что, ну, как мы знаем, что вот скрининг с низкодозовой компьютерной томографией применяется в группах повышенного риска. то есть среди тех заядлых курильщиков, давайте выразимся по-русски, значит, сужается группа исследования до группы высокого риска. Мы можем, но можем мы дальнейшее сужение группы возможно сейчас. И вот генетические исследования показали, что, ну, во-первых, выявлено 22 локуса, которые связаны с повышенным риском рака легкого. Мы знаем, что нет, так сказать, генов высокопенетранта, пенетрантных генов, связанных с риском рака легкого. Но мы знаем, что есть много полиморфизмов, я уже сказал, 22 локуса, которые, так сказать, повышают риск рака легкого незначительно, но тем не менее. Но вот это совсем новенькие данные, это наши данные совместно с нашими коллегами, и мы показали, что, видите, определенный вариант гена BRCA2, гена, который, как известно, связан с повышенным риском рака молочной железы, рака яичника и так далее, он, вот этот определенный вариант, это другой вариант, это не тот, который повышает риск рака молочной железы, повышает в 2,5 раза риск рака легкого, особенно плоскоклеточного рака в меньшей степени аденокарциномы. И я думаю, что эти данные и накапливающиеся еще в будущем данные помогут нам в дальнейшем сужать группу риска для скрининга, для того или иного метода скрининга рака легкого. И, наконец, вполне тривиальный слайд, но я думаю, что такими слайдами надо заканчивать наших выступлений эпидемиологов, что обоснованная, научно обоснованная профилактика является наиболее мощным инструментом для контроля, контроля излокачественных опухолей. Спасибо. Слишком долго говорил, нет? Я закончил свою презентацию. Можно задавать вопросы или мы продолжим? Пожалуйста. Это называется «Сам танцую, сам пою». Пожалуйста, я вас слушаю. Я бы хотел спросить, как повлиял развал Советского Союза на аккуратность регистрации смертности и причин смерти? Любой развал влияет на все плохо. Что бы ни разваливалось, это, в общем, плохо влияет на многое. Вы знаем, что развал Советского Союза повлиял на нашу жизнь, на наше экономическое состояние и так далее. Конечно, ну, я бы не сказал... Понимаете, в чем дело? Это вопрос очень конкретный. Развал или не развал. Я знаю, что вот этот политический кризис, давайте вот так сформулируем, как и любые политические кризисы, повлиял плохо. Плохо и на, так сказать, как вы говорите, на регистрацию и не только, и не только, и на здоровье людей, и как вот, и на то, что вот в этот период россияне стали много пить. Мы же знаем, мы же знаем нас, 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 россиян, что мы пьем от счастья, от горя и так далее, и так далее. А вот в 90-е годы Россия начала пить, потому что не было работы, потому что, так сказать, жить было не на что, нечего было есть, нечего было пить. В общем, ответ мой такой, да, политический кризис повлиял на все это, на то, что я рассказываю, и это очевидно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok